Сообщает РИА Новости о том, что Лукашенко и Путин на встрече в Минске планируют обсудить большие кавычки украинский конфликт, то есть войну России против Украины, поведение Польши, это взято в кавычки, и стран региона Балтии на границе с Белоруссией. Об этом рассказал РИА Новости белорусский посол. Если разложить это сообщение на несколько. Первый, войну России против Украины планируют обсудить Лукашенко и Путин. В каком свете, как вы видите, ряд аналитиков говорят о том, что будет очередная попытка со стороны Путина подтолкнуть Лукашенко к введению войск в таком роде. Как вы видите? Смотрите, что происходит в преддверии визита. 9 мая, когда Лукашенко был в Москве, вернувшись из Москвы после долгой ночной беседы, как он говорил, доклада Шойгу и Герасимова до трех ночи ему и Путину. Ну, Путину, понятно, Лукашенко там сидел на коротких, на четвереньках. Он снял с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майора Гуревича, которому 54 года. Генерал-майор, который, ну, я не хочу обеливать ни одного белорусского генерала с учетом их роли в агрессии против Украины, но который, по некоторым сведениям, в том числе и из западных источников, выступал за то, чтобы белорусская армия не участвовала в военных действиях на территории Украины. Для того, чтобы неактивно дальше вовлекаться в этот процесс. И он меняет этого генерала, как мы понимаем, по указанию из Кремля. Буквально за несколько часов до прилета Путина в Минск, он назначает нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. И кто же этот человек? Это Павел Муравейко, который занимал должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, заместителя генерала Вольфовича. Павел Муравейко известен тем, что в 2022 году он высказывался как раз-таки о том, что Беларусь участвует в так называемой специальной военной операции. Он выступает за то, чтобы Беларусь была как можно больше вовлечена в те действия, которые осуществляет Российская Федерация. Опять же, он является выпускником Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Кстати, его бывший руководитель, генерал Вольфович, выпускник Кремлевки, опять же, выпускник Академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Павел Муравейко известен также тем, что несколько месяцев тому назад он публично на одном из международных мероприятий в третьей стране заявил, что у Беларуси, то бишь у режима Лукашенко, есть право прорубить коридор в направлении Балтийских портов, Сувальский коридор. То есть он обосновал это тем, что созданы экономические проблемы для режима, и поэтому мы имеем право силой оружия прорубить этот коридор. И вот подарок Путину перед назначением, перед прилетом, назначается генерал Муравейко на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Мы понимаем, что Лукашенко уже полностью втянул Беларусь. Она работает на военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Она дестабилизирует, ну режим, конечно, режим дестабилизирует ситуацию на границах с Европейским Союзом, странами НАТО. Последние дни просто массовые атаки на правлении Польши. Последняя, вот буквально информация сегодняшнего дня, Латвия заявляет об усилении миграционного потока. Мы понимаем, что может быть объявлены опять эти учения с ядерным оружием. То есть Путин приехал, и опять же, он приезжает в Минск, смотрите, не какой-то саммит СНГ, не на саммит Евразийского экономического союза, не даже на встречу в рамках так называемого союзного государства. Он приезжает с двухсторонним визитом. Такого не было уже, я не знаю, несколько десятилетий. Я не знаю, со времен Медведева, может быть, когда он был там руководителем России. Такого не было, чтобы Путин прилетал. Это месседж. Конечно, это может быть ИПСО, информационно-пропагандистская операция. Путин хочет показать, смотрите, это моя территория, я здесь главный хозяин. Если что, я отсюда буду делать то, что захочу. А Лукашенко, конечно, на четвереньках будет ползать, целовать его во все места. По той простой причине, что экономическая ситуация напрягается. Даже Нацбанк Лукашенко заявляет о возможной девальвации национальной валюты. Лукашенко должен платить по долгам за атомную электростанцию с 1 апреля. Похоже, он не платит. Поэтому будет идти торг о том, сколько захочет Лукашенко и что от него захочет, в свою очередь, Путин. Я думаю, торг, конечно, война и мир. Это главная тема, что они обсуждают. Белорусская армия. Непосредственно солдаты, давайте так, офицеры, участники армейских подразделений, соединений готовы ли участвовать в этих убийственных авантюрах? Смотрите, если мы говорим про 2022 год, тогда почему Лукашенко не принял решение направления вооруженных сил Белоруссии в Украину? Причина была белорусский народ и белорусская армия, которая даже по социологии условной КГБ и оперативно-аналитического центра показывала, что как минимум 40% было категорически против направления на территорию Украины. Даже вот буквально на этой неделе была публикация одного из офицеров, который служил в Мочулищах. Аэропорт военный, транспортный, который очень активно использовался и продолжает использоваться России в военных целях против Украины. Так он говорил, что тогда было построение их подразделения, 6 человек, и только один человек высказал желание продолжить служить. Пятеро сказали, если нас потащат на войну, мы уйдем к своим детям. То есть тогда Лукашенко, не потому что он такой хороший, не ему нужно высказывать признательность или отдавать должное, а именно белорусский народ и армия была против, но прошло два года. И все-таки идет огромная пропагандистская работа в отношении вооруженных сил белорусского общества. И здесь мы видим определенные изменения. Те же силы специальных операций, ССО, когда их отключают, условно говоря, от интернета, им вдалбливают в голову Соловьевщину каждый день. Ну, конечно, они потенциально более готовы к тому, чтобы участвовать в каких-то военных авантюрах. Но, опять же, самостоятельно Лукашенко на это никогда не решится. Сегодня его роль – это дестабилизировать ситуацию на границе с Польшей, с Литвой и с Латвией. И он делает это эффективно. Мы видим реакцию Польши. Проводить диверсии на территории соседних стран. И мы видим эти примеры, в том числе на территории Польши и Литвы. Проводить учения с тактическим ядерным оружием. И мы тоже это видим. То есть Лукашенко выполняет вот эту часть миссии, которым поверил Путин. Ну, посмотрим, что завтра Путин захочет дополнительного от Лукашенко. Ну, конечно, еще раз говорю, просто приезд с двухсторонним визитом Путина. Чего бы-то вдруг. Значит, есть какие-то еще дополнительные поводы. Или это просто крупное ПСО. Павел Волч, уточнение. В контексте заявлений и в целом темы обсуждения, темы возможного зеленого света для Украины в контексте нанесения ударов по территории России, по военным объектам российским. Это необходимо для украинской армии. Напомню, это необходимо для украинской в целом обороны и независимости. В случае, если белорусская армия под управлением Лукашенко и подконтрольных ему или Кремлю генералов начнет атаку с территории Беларуси, как отнесется белорусская позиция к тому, что если Украина будет наносить удары по военным объектам, контролируемым Минском, на территории Беларуси? Конечно, как любой гражданин белорус, прежде всего, я бы не хотел, чтобы такой сценарий стал реальностью. Поэтому и в 2022 году, если вы помните, насколько активно мы действовали для того, чтобы не допустить вхождения вооруженных сил Беларуси на территорию Украины, тогда работали и с конкретными военными, с их семьями, информационно работали, контрпропагандистки работали, выходили люди, главное, на улицы Минска, работали белорусские партизаны, которые, к сожалению, сели на 20, 23, 25 лет тюрьмы, 90 человек было посажено, более 1600 было задержано. То есть, конечно, мы будем делать все, чтобы этого не произошло. Можно ли наносить удары по военным объектам Российской Федерации? Конечно, это очень плохой сценарий, но, конечно, если они будут использоваться для нанесения ударов по территории Украины, значит, Украина в рамках международного права имеет право на ответ. Как, по вашему мнению, сообщали не так давно белорусский ГАЮН, по-моему, о том, что на территории Беларуси не оставалось в целом представителей ЧВК «Вагнер», ранее были такие мысли и идеи, что ли, о том, что, возможно, именно руками ЧВК «Вагнер» будет сделан вот этот возможный прорыв в Сувалском коридоре и прочем. Как ныне себя ведут, что ли, вагнеровцы на территории Беларуси, есть ли там в целом они? — Смотри, здесь еще отдельная история. Генерала Карпенкова, заместителя министра внутренних дел, командующего внутренними войсками, который взял под патронат вагнеровцев в Беларуси, за что потом, кстати, получил нагонять Лукашенко. Это произошло где-то в марте месяца, когда он публично устроил ему порку, не называя его фамилией, что тут некоторые заигрались с вагнеровцами. Тот ушел в паузу, но неожиданно он недавно появился опять в эфире. Он создал фонд «Молодая гвардия». Аналогичное крыло «Молодая гвардия» есть у «Единой России». Карпенков — генерал пророссийского мира. И он создал по всей стране, если я не ошибаюсь, уже порядка 12 спецподразделений внутренних войск Республики Беларусь. Во всех областных центрах, также во всех крупных городских центрах. То есть это человек, который сегодня контролирует достаточно серьезный ресурс военный, специальный ресурс на территории Беларуси. И он создает политический ресурс через этот фонд «Молодая гвардия». Потому что интересно, что он зарегистрирован в здании Национальной библиотеки Беларуси. Возглавляет которую некто Вадим Гигин, который перманентно не слазит с экранов Первого канала Российской Федерации. Абсолютно русскомирский человек. Объединены все в партию «Белая Русь». Опять же, клон «Единой России». Так что здесь Вагнеровцев взял под крыло Карпенков. Мы знаем из наших источников, что ГУАРД КГБ осуществлял документирование части Вагнеровцев. Им выдавались белорусские паспорта, закрытыми указами Лукашенко. Или их даже не было. Некоторые говорят, что Лукашенко мог их обмануть. Паспорта им дали граждане Беларуси. И я думаю, что они потенциально, или уже часть из них могла быть заброшена. Я не говорю, что это там сотни, это может быть несколько человек, может быть пару десятков, заброшено через зеленку на территорию соседних стран, в целом на территорию Европейского Союза. Или даже в легальный способ, получая визы, могли войти на территорию сопредельных стран. Поэтому мы видим риски возрастающей диверсии, которые есть. Опять же, польская сторона заявляет о наличии информации о том, что на территории России идет скопление нелегальных мигрантов, которые где окажутся? Окажутся на границе с Польшей, с Литвой и с Латвией. То есть они будут дальше перманентно ощущать прорывы. Каждый день это порядка 200-300 человек, пытающих штурмовать границу с Польшей. Так что среди них могут быть и те же вагнеровцы. Ну а так они, конечно, сейчас как учителя, условно скажем, тренеры, как их тут назвать, конечно, так нельзя, но занимаются именно этим во войсках, вооруженных силах Беларуси. Павел Павлович, в техническом плане, вот как происходит вот эта попытка эскалировать миграционный кризис? Я так понимаю, люди приезжают через территорию России на территорию Беларусь, там им могут выдавать документы определенные. И как их довозят до границ? Как это выглядит? Раньше это была схема, прилетали с самолетами, прилетали, например, с Ирака. В Ираке получали в Лебединенных Арабских Эмиратах белорусские визы. На это были заточены даже почетные консулы Беларуси, например, в Ираке. В последующем Европейский Союз оказал давление, авиакомпании отказались, и Ирак, в том числе, от этого отказался. В результате остался следующий канал, канал через территорию Российской Федерации. То есть они с территории России, через открытую границу с Беларусью. Лукашенко же не закроет границу, сколько бы он там не рассказывал, что это там сами люди идут. Ведь он может остановить это на границе с Россией, но пускай бы он попробовал. Во-первых, он этого сам не хочет, а с другой стороны, разве ему Путин позволит? И они часто даже имеют визы, выданные посольством Беларуси, как в России, так и в других странах, входят на территорию Беларуси легально. Такие тоже примеры есть. И потом через зеленку в сопровождении ОСАМ, это спецподразделение по борьбе, кстати, с организованной преступностью и терроризмом, Государственного пограничного комитета, только оно делает сейчас все наоборот. Оно организовывает преступность и организовывает терроризм. Плюс при поддержке МВД и КГБ их сопровождают границы, пограничники делают им коридоры, говорят, где лучше штурмовать границу, и они дальше идут. И в Германии уже есть примеры, когда задерживали этих нелегальных мигрантов из африканских, например, стран с визами, выданными белорусскими посольствами. Так что это государственная операция, это поддержка полностью режима Лукашенко. Редактор субтитров А.Семкин